Привет! Как дела? В сентябре 2018 года мы с подругой ходили на матч по игре в крикет. По-русски английское слово крикет произносится как крикет, но допускается и английское произношение. Что такое крикет? Спросите вы. Честно, не знаю. Но сегодня я расскажу, как выглядела эта игра в наших глазах. Итак, моя подруга Ирина где-то случайно получила два бесплатных билета на игру в крикет. По-моему, ей дал её канцел в того района, где она жила. И мы, конечно же, никогда ничего не упускаем, никакой шанс попёрлись на эту игру. Каково же было наше удивление, когда мы пришли на стадион. А стадион, кстати, самый большой в Великобритании по игре в крикет. Называется Лордс. Он находится на станции Сент-Джонс-Вуд и был построен аж в 1814 году. Вот что означает эта цифра 200, на фоне которой я сфотографировалась. Оказывается, в 2014 году стадион отмечал 200-летие. И эти цифры до сих пор напоминают о грандиозном юбилее, который прошёл в 2014 году. Когда мы зашли на трибуны, они почему-то были полупустые. Хотя на этом стадионе, который, в принципе, является домом английского крикета, всегда проходят самые значимые матчи по крикету. То есть, видимо, мы попали на какой-то там полуфинал или финал игры какой-то команды с какой-то. Я даже не знаю, кто с кем играл. Было несколько зрителей и в основном все мужчины. Конечно же, когда две женщины появились на стадионе, а мы ещё были такие нарядные, ну, подумали, какой-то новый стадион, что-то новенькое, интересненькое, наверное, мы будем там фотографироваться. Нарядились. Все зрители посмотрели на нас и долго так упорно смотрели, что женщины делают на матчи по английскому крикету. Ну, а мы пришли посмотреть крикет. Это, в принципе, игра, наверное, как бейсбол американская. Какой-то они кидают шарик, куда-то они должны побежать, пока этот шарик летит и чтобы этот шарик куда-то не вылетел. Ну, вот это всё, что я поняла из игры. Кстати, говорят, что англичанинам иммигранты становятся именно тогда, когда начинают полностью разбираться во всех деталях английской игры в крикет. Так что вот, я на роль англичанки пока не прохожу. А вы? Там очень много нюансов, очень много всяких инструкций и правил этой игры, которые простому человеку, если ты не англичанин, не запомнить и не понять. Поэтому, ну, мы так вместе с мужичками, которые сидели на нашей трибуне, что-то там поорали, покричали. Если они кричали, значит, мы побеждаем. Похлопали. Ну, и как бы нам стало скучно, и мы пошли вокруг стадиона, смотреть, что же там за стадион и что вообще находится вокруг. Так как в этой области, на Сан-Джонс-Вуд, мы редко бывали. Я, наверное, может быть, один-два раза мимо проходила. А на стадионе так вообще никогда не бывали. Мы решили обойти стадион и посмотреть со всех сторон, что же там находится. Там есть различные кафешки, комнаты отдыха для участников турнира, какой-то пульт управления, какая-то трибуна для випов. Все это я так поснимала. Я тогда думаю, ладно, не матч, так хоть поснимаю сам стадион. Я же люблю всякую архитектуру. Все новые сооружения, которые я вижу и узнаю в Лондоне, я стараюсь поснимать и оставить у себя не только в голове, но и на цифровом носителе. И сейчас показываю вам, как это все выглядело в 2018 году. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Ну и помимо этого я делала ролики на свой канал Лондайланд, и там почему-то пошли просмотры именно на этот крикет. Может быть какая-то важная игра была, может быть я засняла какой-то важный момент. Не знаю, но уже около 35 тысяч просмотров этого небольшого ролика на моем канале Лондайланд. И благодаря ему я уже заработала 128 фунтов стерлингов. То есть абсолютно бесплатное для меня мероприятие обернулось мне доходом и прибылью. Так что вот так, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Буквально случайно для себя, для своего канала, чтобы чем-то заполнять с лондонскими событиями, я сняла ролик, выставила его в YouTube и заработала 128. Это 12 800 рублей. За три года получается. Ну а что? Мелочь, а приятно. Там же на этом стадионе находится старейший музей этой игры в крикет. И мы увидели магазинчик, где продается форма для крикета, какие-то кепки, в общем вся амуниция для игры в крикет. Но цены там, конечно же, заоблачные. Мне кажется, на eBay можно купить намного дешевле. Все то же самое и тоже фирменное. Ну хотя не знаю. Может быть, для англичан купить это в фирменном магазине как-то более престижно, нежели на eBay. Ну а я все покупала на eBay, а также продавала там какие-то свои и вещи, которые мне отдавали подруги и друзья, когда уезжали из Лондона. Об этом я тоже когда-нибудь расскажу. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok